все огонь валера настало твое время мастерская потрясающих компьютерных историк приветствует вас в продолжении назову это уже целая серия душа щипательных рассказов от сиквел действительно от валерия помните прошлое видео где четыре раза подряд он возвращался в сервисный центр со своим эйсер нитро и что же с ним произошло вы все заинтригованы я тоже и приветствую вас привет вас приветствую валеру в нашей компьютерной мастерской да валер ты сказал то что ты успокаиваешься когда смотришь на горящий камин мы представляем то что подгорают не наши с тобой булки на самом деле это мои подгорают на самом деле так она и валера в двух словах да в двух словах мы пишемся расскажи пожалуйста подожди мы тот ролик записывали вчера а это сегодня это сегодня за день что произошло да за день я почитал колоссальное количество комментариев советов от подписчиков которые были в этих же ситуациях либо советовали что нам сделать огромное им спасибо то есть некоторые я как понимаю с юридической стороны советовали вот и благодаря этому я начал более углубляться в эту тему и интересоваться как я могу красиво из этой ситуации выйти правильно и выгодно многие мне писали что зайди в днс твой сломанный ноутбук стоит на витрине и они его продают я такой да не ребят такого быть не может он у него нет видеокарты у него он вырубается постоянно этого быть не может чтобы днс продавала сломаный ноутбук вот скажем так и ты что решил пойти проверить нет нет абсолютно не в этом я ноутбук покупал по очень очень хорошей акции и скидки скажем так он не обошелся почти в половину стоимости от его цены но это была не уцененка это было в новогодние просто акции вот стоимость ноутбука на тот момент составляла в районе 59 тысяч без акции и по акции я его приобрел за 36 999 то есть акция была очень крутая но не уцененка это не буш не уценен это новый со складов со складов днс вот естественно мы когда я пришел в днс говорю можно мне вернуть не говоря то что ты не можешь вернуть ноутбук вернее поменять ноутбук на другой ноутбук такой же так как у нас их нету по характеристикам и можешь вернуть только ту сумму денег который за которую ты заплатил а то что прошло много времени и цена евро доллар очень ну понятное дело я сейчас за эти деньги не куплю ровным счетом ничего никого это принципе не интересовало благодаря подписчикам твоим благодаря в принципе полезным комментариям начал в это все дело углубляться и понял что действительно со временем когда ноутбук дорожает при его возврате я имею право требовать ту сумму денег за которую он сейчас продается логично в принципе абсолютно да как бы логично но в днс никто об этом ничего не говорил абсолютно то есть они такие ты даже поменять ноутбук не можешь вот я прихожу к ним сегодня вот все вот это дело ситуацию думаю пройду кася по ноутбуком как бы ноут подписчики писали комментарии и смотрю стоит уцененный мой ноутбук за 43 799 то есть они мне хотят вернуть 36 999 а он стоит за 43 799 я такой не 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 смотрю уцененка думаю так ладно переворачиваю мой серийник у них все ноутбуки которые предоставлены на витрине их всех можно включать естественно смотреть характеристики лазить я включаю и там нет видеокарты также переворачиваю серийник мой думаю обалдеть людям продают у цененку я в 90 процентном случае уверен что не отремонтированную так как с моего последнего ним захода прошло тут дней восемь и они уже никуда его не отсылали то есть как бы после моих выключений он уже не включался ну скажем я понял я получался вот вот такое вот отношение я подхожу к директору объясняю ситуацию говорю вот ноутбук продается за такие деньги без видеокарты то есть как бы ну ну это игровой ноутбук фотография есть правильно конечно фотографии все я прикреплю судя по всему там даже драйвера не стоят скорее всего да я к сожалению много за него не стал бегать сразу консультанты по подбежали начали расспрашивать предлагать гриш супер ноутбук я беру да ребят это супер ноутбук я знаю я уже с ним это мой дом мой ноутбук так как они из этой ситуации что он тебе ответили в итоге консультанты сразу поразбегались не стали ничего я под я подошел к директор говорю так то так то такая вот сложилась ситуация то есть как бы мне нужно вернуть денежные средства в размере не тех которые я платил а те которые по факту потому что за те деньги денежные средства я даже ну я понял я даже в два раза мощнее ой в два раза слабее ноутбук не смогу себе позволить вот и он начинает это все нужно под подкрепить конституции нужно подкрепить все это знаниями то есть я говорю хорошо я щас все загуглю все сделаю все посмотрю и в принципе напишу заявление вот статья 24.4 о защите прав потребителя то что при возврате ноутбука мы имеем право запросить его итоговую стоимость на данный момент магазине но так как в магазине dns больше таких ноутбуков нет и я посмотрел весь интернет и кроме вариантов именно данной модели чтобы вот один в один был нету это исходя из этого мнения они говорят но не может вернуть и тут я говорю директор у вас мой ноутбук стоит дороже чем чем вы мне возвращаете опачки это куда быть такого не может это это не ваш ноутбук я такой да гривот серийники смотрите а ну да это ваш ноутбук стоит да вы можете вот на него ссылаться ссылаться то есть они сами это уже хотя бы не 36 это уже 43 это уже 43 за эти деньги можно 8000 добавить и уже хотя бы 8000 добавить и купить хорошую игровую модель на чем в итоге сошлись валер в итоге сошлись на том что они мне возвращают в начале 3699 стоимость ноутбука по идее должны вернуть я уже после выхода этого видео не знаю вообще ли мне что-нибудь вернут надеюсь они не смотрят а я надеюсь смотрят наоборот мне кажется это очень важная такая чтобы действительно пусть вернут деньги посмотрят него не будет она вот и я написал заявление на директора магазина чтобы вернуть аста стоимость разницу между но продолженным аппаратом и и спрашиваю посчитать это нормально что уцененный товар стоит намного дороже чем то есть новый бы стоил не 43 где-то на 55 ну конечно то есть у цененки они там всегда 1000-15 вот и исходя из диалога он говорит вы можете забрать этот ноутбук я говорю спасибо не надо ребят этот мне ноутбук больше не нужен с ним непонятно что вы делали крутили вертели он вырубается постоянно вот сошлись на том что по идее должны вернуть деньги на средства это все будет течение я написал заявление о возврате разницы вот течение 10 дней рассмотрят и будет ответ как сказал директор магазина огромная вероятность что одобрят потому что здесь все факты приложил все рассказал вот как то так надеемся что денежные средства мы сможем получить и самое главное что так может делать с любой техникой то есть ты купил маг там те же самые моменты на секундочку сейчас прервемся и закончим хорошо ситуация одновременно и смешная и страшно и я понимаю что это реалии сегодняшнего сервиса к сожалению по итогу получается ты сейчас в состоянии невесомости в том плане что ты не знаешь вернуть и деньги не вернуть тебе деньги ноутбук уже продается денег у меня нету я остался без ноута без денег поэтому я не знаю зато ты звезда я думаю вот из-за этого стоит тебя просто поддержать валеры я прекрасно даже имя сложно честно представить себя на твоем месте как поступишь но с точки зрения закона вот очень важно ты прав получается со стороны точки закона про потребителя я полностью прав то что во время гарантийного обслуживания цена логично и они не смогли сделать только что получается в надо суд у них подавать и выигрывать нужно нанимать юриста или как поступать такой ситуации вообще вообще в такие ситуации насколько знаю решаются в пользу клиента никому не нужны вот эти вот нижние безусловно проблемы и насколько я знаю то есть они должны все вернуть беспроблемно но если в случае каких-то вот действительно скажет нет и точка то там только судиться и ну не знаю сколько это сколько вы через сколько мы узнаем вернуть и деньги или нет 10 дней 10 дней сколько уже прошло вот сегодняшний момент и 10 дней а сегодняшний это не все не подписал бумагу и 10 дней 10 дней на рассмотрение случае давни прислали на случай нет прислали ответ почему и и ты идешь их так сказать добиваться справедливости я еду я еду на мерседесе добиваться справедливости у днс валир ладно спасибо тебе большое еще раз что не стесняешься поделиться знаешь обновлениями твоими историями где это действительно полезно потому что многие с такими ситуациями сталкиваются не знают посмотрим чем твоя история закончится держу пальцы крестиком чтобы она у тебя закончилась безусловно положительно и конечно сервис у нас улучшался в этом отношении смешно и страшно друзья спасибо что посмотрели небольшое продолжение крутого крутой компьютерной истории воистину валера с тобой думаем только о хорошем и она хорошая придется рано или поздно спасибо что посмотрели и до новых встреч увидимся в будущем или валера и увидимся никогда но надеюсь завтра пока пока